Здравствуйте, мои любимые зрители! Вы слышите Лёшу Халецкого, и это очередной обзор игры. Так получилось, что в последнее время вышло несколько тайкунов, то бишь игр из жанра экономических стратегий, а я подобные люблю. И более того, все эти игры вдохновлены проектами Криса Сойера. Недавно я вам рассказывал об игре Transport Fever, который является идейным продолжателем Transport Tycoon. Ну а сегодня поговорим о проекте Planet Coaster, который явно имеет корни в хите конца 90-х Roller Coaster Tycoon. Пару слов о родоначальнике. Roller Coaster Tycoon тоже была разработана Крисом Сойером, причем изначально он хотел сделать продолжение Transport Tycoon, но почему-то в процессе увлекся американскими горками, а Roller Coaster переводится как, собственно, американские горки, и изменил идею проекта. В итоге вот получилась смесь экономической стратегии, в которой мы занимаемся развитием собственного парка развлечений и симулятора создания американских горок, потому что любую горку вы можете сами спроектировать и создать такое полотно трека, которое вам больше по душе. Еще, кстати, хочу отметить игру Zem Park, которая вышла аж в 1994 году, но Zem Park был чистым экономическим симулятором парка аттракционов. И тогда вообще разработчик Bullfrog Productions целую линейку игр под названием Zem делали, особенно мне Zem Hospital нравился, но о нем как-нибудь в другой раз расскажу. Ну и вот, прошли годы, выходили, кстати, и продолжения Roller Coaster Tycoon 2, 3, и недавно появилась вот Planet Coaster. Во многом, конечно, это продолжение идей прошлых игр. У вас есть парк, и вы его развиваете. В двух словах, что вообще в игре происходит. Естественно, есть несколько режимов игры, от банальной песочницы до кампании, где у вас даются определенные задания. Когда вы их выполняете, получаете звездочки, у вас открываются новые карты, и можете уже на них играть. На самой карте вы пытаетесь развивать выданный вам парк, либо создаете свой собственный в той же песочнице, зарабатывая деньги на посетителях, регулируя стоимость аттракционов, строя эти самые аттракционы, и занимаясь персоналом парка. Это тоже важно. Причем развитие парка не ограничивается только аттракционами. Не забудьте поставить туалеты, мусорные урны и прочее-прочее. То есть механизм управления парком проработан досконально. Ну, столько было игр предшественниц, и после того, как поиграешь в подобные игры, немножко по-другому смотришь на парке аттракционов. Уже хочется самому там поруководить и сделать все как надо. Если уж говорить откровенно, то каких-то особых изменений по сравнению с подобными играми прошлого в Planet Coast нет, зато все остальное вылизано до блеска и работает только вот на ваше удовольствие. Предыдущий мой обзор на тайкун, посвященный транспорту, был критическим. Здесь же Planet Coaster я вам всячески рекомендую. Во-первых, игра выглядит отлично. Причем, в отличие от транспорт Фива, тут графика оптимизирована. Ничего не тормозит, но при этом картинка намного-намного лучше. Но разработчики не забыли и о мелочах, а именно о посетителях. Естественно, тут можно на всех аттракционах покататься самому, то есть от первого лица посмотреть, но есть и режим наблюдения за восторгами ваших посетителей. Так у этих ребят, блин, даже лица анимированы, и такое ощущение, что получше, чем у готовящихся к выходу Mass Effects Andromeda. Ну, естественно, не третий Ведьмак, но эмоции видны все. При этом, несмотря на то, что игра называется Planet Coaster, то бишь планета американских горок, но вы можете парки делать и совсем без горок. Тут куча других аттракционов. При этом экономическая составляющая не затвинута на задний план. Тут действительно стоит думать, действительно приходится внимательно вникать, что не нравится вашим посетителям, планировать, какие аттракционы вы в первую очередь поставите, какие позже, и даже наблюдать за персоналом, потому что персонал здесь и обучается, и у него есть свое настроение. Да и зарплату вы ему можете повысить или понизить. Скажу крамольную вещь, но, по-моему, здесь экономическая составляющая даже посложнее, чем в Cities Skylines. Хотя Cities Skylines, конечно, игра побольше и поразнообразнее, но там уйти в минус по деньгам и проиграть намного-намного сложнее, чем в Planet Coaster. Из минусов, вот лично я отмечу некоторую неспешность игры. Да, тут можно ускорять время, но все равно как-то медленно все происходит, но это на мой вкус. Ну а самый главный минус для многих из вас, я думаю, окажется то, что тут нету русского языка, да, к сожалению, и даже его не обещают. А нет, я наврал, я все-таки глянул общение разработчиков с пользователями, и русский язык таки обещают, но его пока нету. А язык тут важен, потому что каждого посетителя парка можно выбрать, посмотреть о его мыслях по поводу ваших аттракционов. Это вообще одна из моих лично любимых частей в любом тайкуне, когда вы можете узнать мнение любого гражданина о том, что вы делаете. У посетителей тут дофига постоянно всяких претензий бывает. То, видите ли, парк в парке намусорено, то слишком большая очередь в туалет, то они не могут найти нужный им аттракцион. Слава богу, что у нас с вами есть возможность скачать Двагис и найти нужное нам место на карте города, причем даже офлайн, узнать время работы. А в парках, кстати, можно и аттракционы с помощью Двагис найти. Так что заходите на двагис.ру и совершенно бесплатно скачивайте приложение под вашу платформу. Для любителей строить свои собственные горки тут целое раздолье. Для меня вообще это не самый важный элемент тайкуна, но в Planet Coast он сделан очень качественно. Знаете, что мне еще в этой игре нравится? Что, в принципе, тут любая фаза игры очень проработана и на нее навешана куча-куча разных возможностей, но при этом эти возможности не напрягают, они не заставляют разбегаться ваши глаза, и мозг не считает, что игра сложная, потому что вы просто не обязаны их использовать, слава богу. Горки тут строятся намного проще, хотя, опять же, это необязательный элемент. Зато для любителей построить, тут есть возможности всякие триггеры еще устанавливать на каждом отрезке пути, чтобы, например, тут у вас проезжают посетители, и сзади бахают пушки, высыпая конфетти на них какое-нибудь. Вообще тут очень большие возможности по кастомизации всех аттракционов, парков. К тому же тут парки выглядят не безликими. Вот в предыдущих всех версиях нам давали такой, типа, лук какой-нибудь, очень условный, и вы там размещали дорожки, все делали. Тут же в компаниях нам предоставляют уже украшенное место, то есть там, например, логово Кракена, где какие-то щупальцы что-то делают, и там вы уже размещаете свои аттракционы. Тем более, что вы подобный парк и сами можете сделать. Я обратил внимание, что в последнее время вообще как-то редко выходят вот игры, когда в них есть нормальное сочетание и хорошие, приятные картинки, но при этом и нормальные вдумчивые игры. Вот Planet Coast, она реально веселая, яркая, качественная графика. Эту игру, на эту игру приятно смотреть. Вот просто смотреть, даже не играть в нее, а там сесть на аттракционы. Знаете, во многих играх это как такое развлечение на один-два раза, но в Planet Coaster ты всегда хочешь свой аттракцион, который ты сам создал, опробовать. Посмотрите, как это выглядит. Но при этом вам надо думать о том, как развивать свой парк, что исследовать, куда вкладывать деньги. И вы можете тут проиграть, даже на ранних стадиях кампании. Никто тут не относится как к идиотам, к игрокам. И, кстати, обратите внимание, это еще одна из тех игр, которые были в раннем доступе, а потом вышли в релиз. Все-таки я считаю, что в нынешние времена ранний доступ это очень важная вещь. Есть много людей, которые действительно хотят разбираться в игре, которая еще не вышла, у которых есть там баги, проблемы, платить деньги за нее, но тем не менее сообщать разработчикам о всех проблемах. А потом, когда происходит релиз, игра получает намного-намного больше положительных отзывов, чем если они выпускают ее недоделанное, а потом уже пытаются сделать лучше. То есть создатели Planet Coaster взяли все лучшее, что было в родоначальнике ролика Коста Тайкун, и добавили все, что есть лучшее от современных технологий. Хотя я видел, есть претензии, почему тут нету виртуальной реальности. Кто-то еще в Planet Coaster хочет в очках виртуальной реальности играть. Наверное, было бы прикольно, конечно, но прокатиться вот на виртуальных американских горках прямо от первого лица. Но поверьте, и без очков виртуальной реальности в игре куча всего. Прям занять каждого. Кто хочет создавать свои парки, и просто вот моделировать их, как в Майнкрафте, но только с более качественной графикой, пожалуйста. Кто хочет заниматься экономическими вещами и стать действительно магнатом парков-аттракционов, пожалуйста. Кто хочет кататься на, собственно, спроектированных горках и проектировать эти горки, пожалуйста. И главное, все это сделано удобно. Я не знаю, какие тут еще минусы вспомнить у игры. Музыка нормальная, выключить не хочется, замечательная фоновая музыка. Так что в игре только полтора минуса. Один минус это то, что нет русского языка, и еще половинку за несколько неторопливый процесс. Все, я не знаю, к чему еще придраться, вы уж извините. Ну, цена, ладно, цена 2250 рублей, дорого, конечно, но, по-моему, это намного-намного лучше, чем шестую циву купить. Уж извинят меня мои поклонники на данный момент. Так что настоятельно рекомендую, покупайте Планет Коуста, стройте свои парки, аттракционы и получайте удовольствие. На этом все. Вы слышали Лешу Халецкого. Играйте в умные игры и пользуйтесь 2GIS. Спасибо, что засорели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы засорили до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.